Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 939. События дня. Стерахов 739. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 12 июля 2018 года. Что это день Петра и Павла. Закончился Петров пост. С утра были в храме на литургии. Дети встали в 7. Позже сказали, ну, не рабочий день попросили, то есть ничего не делать. Я говорю, ничего не делать, но чем-то надо занять, ему скучно будет. Мы решили после этого, этот маленький тренажер Сергей устроил, собак показать, что они у него умеют. Я не согласен, что он на самом себе показывает, как собаки хватает. Я занимался в уголовном розыске, это вообще вещь абсолютно недопустимая. Как так собака рвет самого хозяина. Это и игровое все, несерьезное. Мы, когда занимались, это там, ну, уголовный розыск, там, военные. Капитан Никитинка вел. И взрыв пакеты бросается, и стрельба, и чтобы не боялась собака, ничего. Если задерживаешь, то с задержанным не разговаривать даже, он идет впереди, только команда ему. Мы дальше продолжаем вести его на место, где идут занятия. То есть задержали. Собаке же не объяснить, что это мы играем, тренируем. Она понимает, это враг. Мне досталось, сказали, вот здесь пробежал человек где-то. Я должен след взять, а там кладбище между крестами. Я в стороне по дорожке бегу. А бывает, ночью занятия у нас были. Собаке даже фонарик как бы делается на ошейнике, но я не делал. Я не вижу, где она бежит. Нам надо догнать его, обезвредить. Я кричусь и дети, а сам бегу. Голос, и она раздается, голос. Я вижу, он, собака, приостала немного, и опять след. Она выбегает. Уже след пошел рядом. Мы дошли до ранжирного парка, там моют вагоны и прочее. И человек залез в специальное, там, для прочистки, такие колодцы. И сверху закрылся железной крышкой. Собака моя, Динго, встала лапами на крышку и стала скрести и лаять. Но мы его вытащили оттуда. Дальше я его веду. А дорога стучилась, там, один вандал ломал кресты. Тому пришлось серьезно задержать и сдать. В среди ночи приезжают занятия. Ну, предупреждали, уже знаем мы. Где-то в юбилейном парке. Один потерял стек свой. Без него никуда. Ну, короткий вич, как у казаков. И никто не знает, где вызвали меня. Я собаке дал там понюхать что-то от него. Она тут же в кусты и тащит. Я сначала попробовал, найдет ли она вообще. Бросил половинку кирпича, она не может взять его. А тот человек ее в руках держал, кто потерял. Она сразу половинку кирпича выкатила. Ищи дальше, что где. И она идет, и у нее изо рта с двух сторон висят эти вот. Ручку-то держат. Сразу же ее тут отметили. Сергей показал это потом. Решили сходить на Рыжковский пруд, показать Северный пруд. Некоторые не видели даже здесь. И Ездра не видел. Владимир Юрьевич Галендуйфин. Некоторые, а дети, некоторые, устали вроде бы. Я говорю, там ягоды хорошие есть. Ну тогда давай, поднимай руку. Кто не хочет идти в комнату, запереться, сидите и рисуйте, считайте, что вам надо, спите. А мы пошли. Сергей показал еще, как сразу три собаки выводят из купалка. А там Володя поехал с ним. А мы, я на велосипеде, остальные пешком. Но Рыжковский пруд, это граница восточная. Ну и северо-восточная. Бывшие потеряевки. Так что не так и далеко здесь. Ну все посмотрели, действительно ягоды побрали. А потом Сергей привез Володю. И с Володей вернулись. А так как завтракали позже, то и обед передвинулся. Еще решили зайти на второй мостик. Я говорю, да нет, уже солнце печет, устали. Все, домой идем. Ну а эти здесь, которые были, Марине сказали, никому не открывайте. Потому что пьяные иногда заваливаются. Здесь вы ничего не сделаете. Ну тут что мы могли. Володя говорит, вторую часть посмотрели. Хмель, Черкасова. Но я не видел, Таня тут есть. Я съездил в музей, посмотрел, как там у нас, что. Там небольшой участок, дом в фундаме, где было. Засыпали мы перегноем. Тогда еще раньше. Это на навозной куче все это. И там Виктория, ягоды, как клубника. Провожали вчера в Дальний путь домой. Ездру Казань. Он говорил довезти его до Барнаула. Сергей, я говорю, зачем же до трассы? До трассы 16 километров и на автобус. А авто и железнодорожный вокзал, они прямо рядом. Стыкуется и площадь даже. Сбоку переходить-то. Как будто бы так, все договорились. Приехали, а тут один близкий знакомый. От моего племянника сын. Двоюродного племянника. Привез косилку, что ли, барабашам. И теперь обратно едет в Барнаул. И они его тут показывают. Они засняли, как сажают его. И никуда не надо. Прямо здесь же, на месте, посадили в Потеряевке до Барнаула. То есть, выполнилось желание и Ездры, и Наша туда не ехать, а его, чтобы там довезли. Ну, у него груз с собой. Я ему все книги дал. Это 30 килограмм на два пакета. 38 книг. У него 37 там. Вот так вот события этого дня. А тут я ехал и большой гриб, шампиньон нашел. Как готовить, никто не знает. Отрезал кусочек от гриба, поехал к батюшке, отцу Акима. И там дорогой всех расспрашивал, кто как. И всех батюшке отсылает. Он грибник главный. Ну, ничего нет особенного. Замочить его, а потом и жарить. Ну, вот такое. Вот день-то и прошел. День такой наполненный, полный был. Вот. Интересно. Что в городе вот никуда бы не вышел, никуда не поехал. Там люди, чужие. А здесь куда бы не поехал, никого нет, и все свои. И получил известие, что ездил, сел в поезд и все, едет. Поехал домой. Была Екатерина Голубева, тоже дала сейчас сведения, что они доехали благополучно, а потом свои данные там, какие-то снимала, покажет. Вот так. Я бы еще показал фотографии, но у меня тут так все пристроено. Тут, ну, я могу попробовать даже показать. Вот сейчас беру. Вот так у меня тут книги. Вот так вот лежат на ящике. Вот на этом мне надо их убрать. Книги. Установлена аппаратура, чтобы клавиатуру открыть. Вот попробуем сейчас. Может быть, получится показать фотографии некоторых. Некоторые. Ну, тут что сказать. Фотографии-то разные. Вот и ездра. Вот смотрите. Это наш храм фотографирован. Вышли из храма. Крестный ход начался. И тут я в руках держу один, сижу здесь утром. А я тут снимаю, рядом с Едрой стоим. Не знаю, покажется это или нет вам. Приготовиться. Екатерина Голубева тоже снимает сама. Вот видите, как. Идти. Все подготовить надо. Можете задерживать и смотреть на этом. Это специально я выбрал фотографии, где ездра идет. Мимо храма. А вот идут в деревне. Деревне. Хоруги внесут. Крест. И вот рядом с батюшкой идет. Эта фотография столько я попросил Устину Евангелину. Она специалист в этом деле. Не знаю. Понравится, не понравится. Мы уже на каждом снимке тормознуть и посмотреть. Надо сколько-то. Она одна сделала столько снимков. Это только то. Те снимки, где ездра попал. Вон идет еще не ездра. Только из воды крещения выйдет ездра. И вот он. Я в руках держу. Я вручную передвигаю. Тут палатка стоит. Ветерок. Небольшие волны. Это все фотографии, на которых новокрещаемый ездра виден. А для Христенко Марины и Светланы я там отдельно сделал отдельную папку. Батюшка. Стол стоит. Фонарь. В землю воткнули. Вот это я делаю так. А может быть надо тут маленько как-то по-другому, чтобы не тряслось. Сейчас попробую ящик этот установить. Вот так. Видимо, так будет лучше. не будет трясти. Это на лодке Алексей Устинов плавал с женой Ангелиной. Она оттуда снимала. Это сзади раздевалка. А тут шалаш. Был один приезжий бритый. Я его почти везде в отдельную папку узнать ему нужно. Нет, эти фотографии. Тут кое-где он так издалека промелькивает. Это только для ездры столько фотографий. Ну, потом, если я благополучно вернусь 10 октября, то эти фотографии будут выставлены в нашем мире. Там у нас 21 тысяча фотографий. Это на тему крещения или можем так и назвать ездры. Батюшка вода освещает. помазание. Володя показывает, где под водой вторая поручи. ездит на тему. Ездит на тему. Ездит на тему. Под воду ушел, умер, воскрес. Такое значение это имеет. Ну, мы там фотографировали, но сзади не видать ничего. Хорошо, что лодку принес Володя, накачал, спрашивал, надо, не надо, надо. И теперь видим, как это надо. Вот он выходит. А остальных я, батюшка, их крестит. Я только там, где он виден. Где его на снимках нет, это отдельно. Это папка как раз для него. Помазание, чтобы освещены были все члены тела, а потом стирается все, чтобы никуда не попало. Вот это пострижение, умышление плотских страстей. Вот отошел. Что-то заело. Поздравляет. Игорь Глушков цветы дает. Там Алексей Сиськов стоит. Приехала болящая. И второй Алексей Устинов. Вот они, два Алексея с двух сторон его. Закончилось, и они уходят. И больше его тут нету, уходит. Это последнее. Наверное, последнее. Ну, а если это последнее, значит, еще больше нету, не видно. Ну, где-то он есть, дальше будет еще другой. А теперь вот фото Марины показать. Где Марина была видна. И Оля, вот красная юбка. Это им папку такую я посвятил. Видите, как? Когда одеты по форме, как положено, как, ну... Все сравнивать. С тем, когда с улицы заскакивают, только дети с опоясткой идут. Выстроились в ряд. Ну, вот и решите. Это сколько работы было с людьми, чтобы соблюдали форму. А там дорожка одна, все заросло. Людмила впереди идет. Марина. Снова вернулся назад показать. Катерина. Этот бритый, он день тут пробыл, два дня пробыл. Молился, в храм ходил, уехал. Что-то... Тут курьего-то нельзя было брать, видимо, из-за этого что-то таблетки не взял, или что-то такое говорил. Ну, тут раз для Марины, поэтому тут главную роль Марина и Оля, поэтому, где они есть, это для них папку я приготовил. Отдельная папка. А полинария входит в воду в поле. Вот она, пожалуйста. Под водой. Ох, воздух хватило. Такая фотография из-под воды выходит. Полным ртом воздух дышит. Все. Новый человек. А вот теперь Марину спускать на воды. Игорь там палку взял, эту палатки подпирать военные. Интересно. Все, брызги пошли, ушла под воду. Это снимки. Ну, это все заснято и на видео. Ну, и снимки тоже, может быть, интересно, кому будет посмотреть. То есть Ангелина Устинова снимала. Все. Теперь батюшка принимает эту болящую Анастасию. Да, двумя руками, зашлупиралась она. Светлана Заринская. Слава тебе, Господи. Вот это именно для Оли и для... Вы же как? Это ее сын, Лев. Вот какая фотография получилась. Это баба Нина рассказывает что-то про Настю. Со Светланой. Эти как люди подружились. Вот сколько Марина в обоих цветах объятия с дочкой. Ну и все на этом. Показать, показать решил я, чтобы увидели где. Что-то тут не закрывается. Сейчас скажет программу закрыть, как правило. Но программу закрыть нетрудно. Так и есть. Закрыть программу. Вот. А это у нас крещение еще оставшееся. Где-то можно показать. Быстро прокрутить. Вот как выходили из храма. Тут на улице сестры Галя. Вот в черном это Игорь Глушков и Андрей Устинов. А здесь Надежда Васильевна что-то плохо была. Оля и та баба Нина. Маша приехала в Барабаш с Марком, с мужем. Вот тут нашей головы Екатерина Геннадьевна. Баба ухаживает за ней. Это новые снимки другие. Эти не были снимки. Не так, что я их повторяю. Нет. На этих не видно Езры. Не видно тут Марины. Поэтому это отдельные уже пошли. Тормознуть можно и смотреть. Степа несет фонарь. Чтобы светло было. А тут крест стоял у нас. И на него три вороны сели. Я прошел, проехал с велосипедом. Думаю, не спугнуть бы. Так они не взлетели. Видно, старые, молодые. Все заросло. Тут идут по траве. Какая-то тропинка. Вот такая природа здесь богатая. Вот такая природа здесь богатая. Дети святые собирают для крещаемых. Дети святые собирают для крещаемых. Мои батюшка принимают. Как это? На этих фотографиях нет ни Езры, ни Марины с Олей. Поэтому они у меня отдельно так и остались. Чуть-чуть фотографии все эти не были потеряны. Ну, Ангелина их как-то сохранила. Ну, батюшка, селый. Ну, кто еще, спрашивает, всегда смеется. Тут помогал один Портоиерей. Он говорит, да ты-то моченый, наверное. Давай я тебя покрещу, друга своего. Э, тот, нет, испугался. Как его за это дело могут? Вот. А тут приезжали иеромонахи, и того только не было, крестились. Батюшка вытаскивает из воды. Вот так. Девчата веночки нацепили себе. А это теща Алексея Устинова с его сыном Евтихием. Видишь, как сестры приноровились тут. Красота. И вот теща по форме одета, все. Вот, тут где-то снимки еще должны быть. Они в храме как были. Сейчас я не знаю, тут могу найти или не могу найти. Это прямо о крещении. Там, видимо, не снимали, а просто видео есть. Видео. Что-то я тут снимал. Это как раз обед был, день крещения. Как подготавливались, привезли на это место. А потом поехали отдыхать на пруд. А, нет, это мы уже работали. Работали, они пошли купаться на второй мостик. Я их проводил туда. И вот на этом шлюзе. Как раз. Вот они все. Купальщики. Далековато были, но прошли. Это рукав такой, по которому вода утекает в первый, со второго мостика на первый. Сели на коленочке. А там все укладывают парапет из камней, Володя. Труженик наш. А там видно, вот, ограждение под цвет российского флага. Вот такой получился парапет. Один, с другой стороны. И там уже два выложили, четыре. Сорок пять метров. Это я специально показал, как одеваться надо и как не надо. Это Паля вышла и сфотографировали ее. Она маленькая была, котенок здесь в прошлом году. Ее так любили. А тут она боится всех. Но вышла через два-три дня. Я теперь домой и обратно забрал. Сергей, это вчера снимки сделали. Как раз с событием этого дня относятся. Вот он их одни поднимает. Все, заскочили. Ну, агрессивный такой ураган. Он не хочет позиции сдавать. Чемпион России. Вот он на морднике железном. Все сидят, смотрят, слушаются Сергея. А это Паля. Это я заснял. Приходила вчера Серафима Гавриловна. Отдельно она беседовала с Виталией Калиниковым. Это я ее чакнул. Она боится, это не боится, не хочет, чтобы снимали. Это последний у нас почти снимок. Вот, провожают. Все уже садится в машину. Наши дорогие ездеры. Вот наш дом здесь. Все из машины. Машина тронулась. Последний снимок. Ну и на этом, считаю, все сегодня достаточно. Благословен Господь. Продолжение следует... Продолжение следует...